Уважаемые коллеги, добрый день. Я надеюсь, что связь сегодня будет, наверное, получше. Я хочу начать сегодняшний семинар по методам молекулярной гистологии. И прежде всего, собственно говоря, зачем новые методы гистологии? Потому что, понятно, у нас есть иммуногистая химия, у нас есть радиозатопные метки, у нас есть целый арсенал методов, которые позволяют, в принципе, решать многие задачи гистологии без каких-то определенных затруднений. С другой стороны, к сожалению, если мы будем смотреть на все представленные у нас методы, ну, скажем так, некий обзор, то все методы, имеющие хорошее микроскопическое разрешение, к сожалению, чаще всего работают с известными нам веществами. То есть, если мы хотим, например, посмотреть определение какого-то белка, то мы будем использовать специфические антитела. Но есть свои проблемы. Не все вещества можно использовать в качестве иммуногенов. То есть, например, на некоторые липиды получить антитела в принципе невозможно. На некоторые водорастворимые метаболиты – малые молекулы. Конечно, есть метод гаптенового сэндвича, который позволяет получить антитела к малым молекулам, но там тоже есть свои ограничения. Плюс к этому еще одна сложность – это количество метод, которые нам нужно, если мы хотим наблюдать сразу же много компонентов. Таким образом, стандартные гистологические методы, они имеют ограничения как минимум в том, что мы можем изучать только известные нам вещества, если мы говорим об иммунометодах. То есть, если у нас есть соответствующие антитела, мы можем с вами получить хорошие результаты. Вторая группа методов – это классическая гистологическая окраска. Ну, например, то же самое гемотоксилин и азин. Тут тоже есть свои ограничения. Да, действительно, эти краски селективно более-менее окрашивают основные и кислые компоненты, но мы не можем эти компоненты теперь разделить. То есть, окраска у нас селективна на какие-то группы веществ, но не на отдельные вещества. Таким образом, при всех достоинствах этих методов, мы не можем говорить о том, что эти методы являются поисковыми, которые позволят нам просто сделать обзор разных соединений или различия в ткани, различия между животными, различия между различными экспериментальными воздействиями. Конечно, можно сказать, что у нас есть еще методы метаболические, например, радиозатопные метки, которые могут позволить нам наблюдать процессы включения этой метки в синтез различных веществ, например. Или накопление мечного вещества, если он является, например, субстратом для какого-то интересующего нас фермента в какой-то клетке. Да, действительно так, но опять же, нам, к сожалению, нужно знать само по себе вещество, хотя бы, либо тот фермент, который с ним работает, то есть, необходимо предварительное знание. Ну и, естественно, метод имеет свои ограничения, например, отсутствие лицензии у нас на работу с изотопами в университете. Таким образом, эти методы имеют очень хорошее микроскопическое разрешение. Мы действительно можем говорить в том числе и о сверхразрешении, но, к сожалению, при всем при том, у нас есть ограничения в том, что мы заранее должны с вами знать или хотя бы предполагать, какие вещества мы хотим увидеть. С другой стороны, у нас есть целый набор методов, которые относятся к молекулярной биологии. Естественно, эти методы, понятно, имеют плохое пространственное разрешение, потому что для того, чтобы у нас хорошо получилось, например, то же самое ФРС или та же самая масс-пектрометрия, нам нужно достаточно много вещества. Мы не можем взять половину клетки или какую-то органеллу клетки, или взять какую-то небольшую часть ткани, скажем, 50 микрон. Нам нужно брать гораздо большие объемы для уверенной работы с этими методами. Поэтому, конечно, да, появляются новые методы, улучшающие эту задачу, но, тем не менее, молекулярные методы классические имеют не очень хорошее разрешение, ну, скажем так, макроскопическое разрешение, если мы говорим о пространственном расположении изучаемого нами белка или какого-то другого соединения. С другой стороны, у этих методов есть совершенно неоспоримые достоинства. Ну, как минимум, можем использовать поисковые методы, которые позволяют нам увидеть какие-то вещества, которые либо нам неизвестны, то есть мы заранее не знаем, что за вещества мы ищем, а мы хотим посмотреть просто отличия между двумя состояниями, либо эти вещества очень сложно сохранить, и при обычной гистологической обработке они, скажем, потерялись бы, например, водорастворимые вещества. И таким образом можно делать, ну, условно говоря, поисковые исследования. Естественно, когда мы ставим форез, нам не обязательно знать все наши белки, мы это можем увидеть. Естественно, мы можем разделить их более дробно при помощи методов, например, 2D фореза, мы можем в дальнейшем посмотреть, например, весь протеом, уже методами масс-спектрометрии, и это, конечно, имеет свои достоинства. Кроме того, мы можем одновременно все эти вещества идентифицировать в некоторых случаях, ну, как минимум, увидеть между ними различия в исследуемых структурах. То есть, если мы смотрим, просто сравнивая два состояния, к примеру, у нас есть опухолевая ткань и обычная ткань, мы можем просто посмотреть, чем различается, например, их протеом. Просто посмотрите на разницу белков. Будет ли это метод с использованием геля, будет ли это метод с использованием масс-спектрометрии и каких-то других подходов, не так важно. Главное, что мы не обязаны заранее знать, заранее идентифицировать эти вещества, и мы видим, ну, скажем так, как минимум большое количество этих веществ. Конечно, все мы идентифицировать, естественно, уже не сможем. Поэтому это очень удобно для поисковых исследований. Естественно, методы масс-спектрометрии здесь позволяют нам еще улучшить этот подход, потому что здесь мы можем уже много групп веществ смотреть, и к тому же достаточно разнообразных. И у нас есть метод, который имеет, ну, скажем так, опять же, плохое пространственное разрешение, оно позволяет работать с живыми объектами. Это позитронно-эмиссионная томография. И здесь мы можем использовать прекурсоры каких-то веществ или какие-то метаболиты для того, чтобы посмотреть, где они будут накапливаться в процессе работы какого-то органа. Причем это может быть в живом организме. Да, позитронно-эмиссионная томография, в принципе, делается на людях. Да, действительно, метод, использующий ионизирующее излучение, ну, в принципе, оно не очень большое, и, например, на лабораторах животных его можно повторять лонгитюдно достаточно долго. Поэтому у нас есть некий промежуток между методами, имеющими очень хорошее разрешение, но не позволяющие нам делать скрининговые исследования, и, с другой стороны, методы, позволяющие нам работать вот с такими сложными компонентами, но, к сожалению, имеющие плохое пространственное разрешение. Методы, о которых я сегодня буду рассказывать, это метод молекулярной гистологии, есть теперь уже несколько технических способов осуществления. Он позволяет эту нишу, ну, скажем так, закрыть по возможности. И метод молекулярной гистологии имеет следующее достоинство. Во-первых, у нас разрешение, ну, нельзя сказать, что микроскопическое, но, как минимум, мезоскопическое. К сожалению, в русском языке такого слова нет. Что это означает? Означает разрешение с пределом где-нибудь, например, в 50 микрометров. Это уже не макроскопическое исследование, да, но еще не совсем микроскопическое. То есть, как минимум, порядка 50 микрометров разрешения мы этим методом получить сможем. На самом деле уже есть возможность получать и большее разрешение. Но в то же самое время этот метод позволяет, так же, как и молекулярно-биологические подходы, работать с неизвестными веществами, когда мы просто сравниваем несколько состояний тканей, и с веществами, которые очень сложно в силу разных особенностей. Например, они водорастворимы, или они очень быстро разрушаются, или это промежуточное вещество, которое возникает в ткани только на какой-то небольшой момент. Мы их можем также исследовать. Кроме того, мы теперь можем с вами исследовать очень большие группы таких веществ. То есть, если в случае использования антител, ну, скажем так, топовые работы позволяют одномоментно использовать до 10-12 меток. Но, опять же, если мы говорим о использовании антител, то возникает некоторая сложность. Например, если мы хотим делать непрямое иммуномечение, тогда возникает проблема с тем, что первичные тела должны быть из разных животных. Если мы говорим про прямое иммуномечение, там проблемы с чувствительностью. В общем, теоретически максимально доступное сейчас это 12 меток. Конечно, ткань можно перекрашивать, это отдельный разговор, но все равно это не очень большое количество меток, которые мы можем одновременно увидеть. Здесь же, так как эти методы используют маслоэктерометрические подходы, все вещества, которые мы смогли ионизировать, которые из этой ткани смогли выделиться и в итоге попасть в наш маслоэктерометр, могут теоретически быть как минимум зарегистрированы, как максимум можем даже идентифицировать их. То есть, мы можем сразу работать с большими группами веществ, в том числе и неизвестными. Кроме этого, в отличие от тех же самых методов иммунофлюресценции, например, здесь, возможно, полуколичественная оценка. Причем полуколичественная в данном случае, если мы будем использовать некоторые специальные подходы, будем калиброваться, она может быть уже, ну скажем так, более количественной. То есть, кроме того, что мы можем все эти соединения оценить, мы можем еще и посмотреть примерно сколько этих соединений, не в неких попугаях, например, в процентах, здесь столько-то процентов, здесь столько-то процентов, а, например, уже в миллимолях, в наномолях, в чем хотите, в количестве молекул, тут можно, в принципе, пересчитать на любые известные единицы. Ну и пример, как можно использовать такой подход, это, например, детекция некоторых липидов. Есть критеролфульсульфат, вот такая вот интересная молекула липидов. Понятно, что на нее выработать антитело достаточно сложно, но, тем не менее, она имеет отношение, например, к так называемому стерильному воспалению, когда нет возбудителя инфекции, но, возможно, соответственно, ответ организма. И это вещество в норме находится у нас на кожных покровах, и зарегистрировать его обычными гистологическими методами, в принципе, не представляется возможным. С другой стороны, используя масс-спектрометрию и метод, который мы будем дальше рассказывать, мы можем увидеть распределение этого вещества в верхней части дерма, ну, а в случае, если дальше посмотреть на экспериментальное животное, будет видно, что это вещество начинает проникать ниже, где есть, например, один из рецепторов, который может это вещество распознавать, ну, и, возможно, он является как раз таким опосредованным рецептором, через который этот ответ формируется. Согласитесь, что такой подход возможен только метамолекулярной гистологии. На такой липид мы не можем с вами использовать антитело, такой липид мы не можем с вами пометить метаболически, потому что, в принципе, ну, тут сложно что-либо сделать. Но при помощи методов молекулярной гистологии это становится возможным. В двух словах, что такое молекулярная гистология с использованием масс-спектрометрии. Про масс-спектрометрию я еще немножечко буду такое небольшое введение делать, но представьте, что вы можете для каждого участка вашего препарата получить полностью картинку масс-спектром. И таким образом вы препарат сканируете поточечной, и для каждой точки у вас есть не какая-то одна информация, а весь спектр. То есть набор разных соединений. Понятно, что, конечно, соотношение массы к заряду, вот это МЗ, мы не можем припоставить сразу же знак равенства с соединением. Там есть некоторые проблемы. Соединение может иметь несколько различных МЗ, может быть разное количество зарядов на нем при ионизации, может быть разное количество аддуктов, например, натрий, калий, может быть, добавляться к этим соединениям. Но, тем не менее, теоретически мы можем какой-то массе в дальнейшем представить какое-то определенное вещество, там какой-нибудь фасцидилхолин, например, в данном случае был, и описать его, сколько на самом деле у него остатков биржирных кислот есть. И дальше, так как у нас теперь есть некий трехмерный массив, у нас есть двухмерное представление нашего препарата, и у нас есть третье представление, это вот это вот направление масс. Мы можем сказать, что мы хотим увидеть для всех точек препарата, сколько вот такой массы у нас наблюдается, и получить картинку распределения такой массы. В дальнейшем нас может заинтересовать, скажем, следующая масса. Можем точно так же получить распределение этой массы на препарате. Ну и по аналогии получить целый набор масс, с которыми дальше можем работать. В принципе, есть методы, которые позволяют дальше идентифицировать вещества. Мы можем сказать, что это за вещество, а не просто какую-то массу получить. Но самое главное, что если нас интересует поначалу некое скрининговое исследование, мы, например, не знаем, чем различаются во время развития разные участки мозга по своему липидному составу, то здесь будет видно для этой височной области коры, развивающегося мозга, станет возможным увидеть, что есть разница в разных липидных классах. И как минимум дальше можно уже исследовать отдельно. Например, эта масса на корковой пластинке больше характерна. Вот эта масса, например, в основном в белом веществе находится и так далее. То есть здесь можно исследовать такую достаточно неудобную вещь, как липиды уже непосредственно на ваших гистологических препаратах. Для того, чтобы это можно было сделать, я еще немножко отвлекусь, покажу просто сравнение. Это очень старая статья, одна из первых статей. Вот Каприоли – это на самом деле человек, который очень активно продвигал всю масс-спектрометрию визоляционную в свое время. И не очень хороший обзор, очень хорошая статья по этому методу. Он много чего сам сделал. И пример. У вас есть, например, срез легкого, нормального человека и нескольких вариантов, предположим, раковой опухоли. И дальше вы еще не знаете, какие вещества вы исследуете, но вы смотрите просто масс-спектрометрическая масс-спектрометрию от разных случаев. Нормального случая и, скажем, двух пациентов. И тут на глаз сразу же видно, что есть некоторая разница. Вот эту часть спектра лучше не смотреть, потому что она относится к подготовке препарата в данном случае. А вот здесь дальше уже видно, что вот эти, например, два пика есть в случае рака, но отсутствуют в случае здорового человека. Дальше вот два соединения, которые явно более сравнительно представлены. Вот эта часть спектра представлена сильнее и так далее. То есть можно уже делать некий осознанный подход. Можно уже пытаться каким-то образом искать, что это за вещества, искать биологический смысл увеличения количества этих веществ. Что можно визуализировать при помощи разных вариантов визуализационной масс-спектрометрии? На самом деле будет много вот этих IMS, будет MALDI-IMS, будет индукционно связанная плазма, IMS и так далее. Ну, IMS – это приставочка просто, что это визуализационная масс-спектрометрия, то, что мы не просто с одной точки получаем данные, а мы наш препарат можем отсканировать и дальше получить много данных для каждой точки, чтобы дальше представить этот препарат уже в виде картинки. Во-первых, есть специальные масс-спектрометры, которые позволяют ионизировать наш препарат очень жестко. То есть в случае ионизации, когда мы с вами берем наш препарат, мы его можем практически разделить на отдельные химические элементы и анализировать их. Это масс-спектрометрия с индукционно связанной плазмой, называемая ICP. Здесь мы можем посмотреть, например, распределение металлов, потому что, в принципе, многие заболевания характеризуются накоплением различных металлов. Например, тоже сама Альцгеймер, медь, железо там имеют свою роль. Мы можем посмотреть распределение малых молекул. Это уже варианты масс-спектрометрии. Например, МАЛДИ позволяет сделать это ДЭЗИ, о которой я сегодня тоже обязательно упомяну, очень интересный метод. Ну и несколько других методов. Это непосредственно липиды. Они удобны тем, что они очень хорошо ионизируются, они очень специфически фрагментируются, и есть очень высокая вероятность не просто массу получить, но ионизировать, что это было за вещество. Естественно, мы можем на масс-спектрометре смотреть кептиды до 22 аминокислотных остатков, белки. С белками есть некоторые проблемы, я о них расскажу подробнее, но теоретически это возможно. А олигонуклеотиды, ну, понятно, что тут мы говорим о небольших последовательности, там до 20 букв, например, и различные, например, олигосахариды. Плюс, естественно, так как мы говорили о малых молекулах, сюда я вкладываю различные амины, если мы говорим о растениях, то флавоноиды, тропиноиды, сахара, промежуточные метаболиты. То есть, в принципе, практически все соединения мы можем увидеть. Я должен здесь тогда показать еще слайд с сайта фирмы Шимадзу, где они взяли на себя труд, ну, показать применимость разных методов, ионизации. Это не обязательно ионизация для того, чтобы мы могли картинку получить, а просто варианты масс-спектрометрии, которые пригодны для соединения разной полярности и для соединения разной массы. И если посмотреть здесь внимательно, то у нас, оказывается, для биологии наиболее хорошо применимы два варианта ионизации. Это электроспрей-дионизация и мал-дионизация. Вот они две здесь как раз хорошо отмечены. Потому что, ну, у нас не так много сильно неполярных соединений, у нас не так много соединений, которые нас интересуют менее 50 дольтон, но нас как раз интересуют, опять-таки, соединения гораздо более крупные, и нас интересует что-то от слабонеполярных до, ну, конечно, ионные, наверное, очень интересуют, ну, где-то вот так. Поэтому наиболее два применимых варианта ионизации для наших биологических задач – это мал-ди и электроспрей. Остальные варианты ионизации тоже используются, но имеют, ну, скажем так, определенные ограничения по применению. Например, газовая ионизация электронным ударом, для газовой масс-спектрометрии в основном используются. Остальное в биологии уже используются реже. Что мы получили? Мы получили, что, в принципе, если мы можем с вами использовать подход масс-спектрометрии в изоляционной, и если у нас будет несколько вариантов ионизации, например, электроспрей, например, МАЛДИ, например, индукционно-связанная плазма и, к примеру, электронный удар, то мы покрываем с вами все размерные классы молекул и все варианты полярности и неполярности этих соединений. Первый вариант изоляционной масс-спектрометрии, наиболее простой, который я хочу показать, это возможность как раз-таки увидеть различные химические вещества. В данном случае мы говорим не о соединениях, а о отдельных веществах в исследуемых структурах. Каким образом это можно сделать? Есть масс-спектрометры, которые используют очень-очень жесткую ионизацию в плазме. То есть у вас остается ядро практически с оторванными электронами. Ну и понятно, что при такой жесткой ионизации у вас любые макромолекулярные комплексы, они, естественно, очень хорошо разделяются. И остаются, по сути дела, отдельные химические элементы. И здесь переведены срезы мозга крысы. И можно увидеть, что, например, для железа распределение весьма специфическое. Для меди, напомню, что есть некоторые корреляции с накоплением меди, например, болезнью Альцгеймера, мы тоже видим, что вот в случае гиппокампа вот здесь вот есть накопление этого вещества. Фосфор и так далее можно тоже посмотреть. Понятно, что в биологии мы это не очень часто используем. Тем не менее, как можно этот масс-спектрометр превратить в масс-спектрометр, который позволит получать изображение препарата? Они сделали очень просто. Они добавили на вход этого масс-спектрометра микроскоп инвертированный, на котором находится просто препарат. И через объектив этого микроскопа подавали достаточно мощное лазерное излучение. Можно использовать инфракрасный, например, лазер. Таким образом, ткань, находящаяся в точке, куда попадает лазер, она просто испаряется. И дальше попадает в масс-спектрометр. В случае плазменной ионизации у вас ионизируются уже отдельные элементы, которые вы можете дальше посмотреть. Следующий подход, который возможен, это ионизация МАЛДИ. На самом деле сейчас это метод, наиболее часто используемый для молекулярной гистологии, но постепенно он начинает оттесняться некоторыми другими методами, например, вот ДЭЗИ, о которой я буду еще рассказывать отдельно. В чем заключается ионизация МАЛДИ? На самом деле, если мы посмотрим на масс-спектрометрию и на ее название, в ее названии чаще всего можете встретить несколько частей. Первая часть – это будет вариант ионизации, например, электроспро-ионизация, ДЭЗИ. Потом, каким образом разделяются ваши ионы по соотношению заряд и массы. Например, время пролетный или квадрухольный КУ. И каким образом детекция осуществляется, в некоторых случаях может указываться, в некоторых случаях нет. Ну, например, если фурье у вас, масс-спектрометр, то будет такое название. Ну и, соответственно, если у вас, например, есть название ЭЗИ-ТОФ, то понятно, что это ионизация, электроспрей, разделение, время пролетное. Мы будем говорить о ионизации МАЛДИ. И это первая задача с нашего препарата. Вещество, во-первых, десорбировать, то есть его отделить от нашего препарата. И, во-вторых, ионизовать. Собственно, для названия – ничто иное, как матрично-вспомогательная лазерная дисорбусная ионизация. Суть этого метода заключается в том, что мы на наш препарат гистологический, и на самом деле не тот гистологический препарат, но любой аналит, можем нанести некое вещество, которое будем называть матрицей. Задача этого вещества, во-первых, хорошо поглощать в ультрафиолете, и, во-вторых, быть кислым или щелочным с тем условием, чтобы после десорбции, после того, как мы будем использовать ультрафиолетовый лазер, который отчет нагревания произведет десорбцию этого аналита, его ионизовать, передать ему протон, либо оторвать от него протон. Таким образом, получить заряженный ион. Эта ионизация очень мягкая. Она может десорбировать крупные, в том числе и белковые комплексы, и она может дать этим комплексам небольшое количество зарядов. Чаще всего заряд в случае такой ионизации равен единичке всего лишь, поэтому очень удобно с таким масс-спектрометром работать. Таким образом, получается, что нам нужно взять наш гистологический препарат, покрыть его сверху вот этим веществом, который будет называться матрицей. Вещество очень важное. Дальше мы помещаем его в наш спектрометр и на ту точку, которая нас интересует, освещаем мощным импульсным ультрафиолетовым лазером. Вещество с этой точки вместе с матрицей испаряется в вакуум. Все это находится, вся эта часть масс-спектрометра, естественно, в вакууме. И в дальнейшем происходит в вот этой вот газовой среде, разряженной, некоторые химические реакции, которые позволяют матрице передать, отдать протон нашему веществу. В итоге у нас получается отрицательно заряженный ион, например, матрицы, которая нас не интересует, и, например, положительно заряженный ион нашего вещества, которое мы смогли ионизовать. В случае, если мы будем говорить о времяпролетном масс-спектрометре, в данном случае название у него будет ионизация Малдия, дальше у нас будет ТОФ, это времяпролетный масс-спектрометр, мы можем сделать следующее. Мы можем подать некоторое напряжение, например, отрицательное, на пластины, находящиеся рядом с местом, где произошла дисорпция ионизации. Это напряжение, это не что иное, как передача импульса нашим заряженным частицам. Если напряжение здесь будет отрицательное, то наши положительно заряженные частицы будут ускоряться в сторону этих электродов. Ну, как видите, у них есть здесь вот такое вот отверстие. Мы будем включать и выключать напряжение здесь достаточно быстро, то есть это будет импульсная подача. И таким образом мы передали нашим ионам некий импульс. Но понятно, что импульс, который мы передали, придаст разным ионам с разной массой разную скорость. Если у нас есть какой-то тяжелый ион, то тот же самый импульс для этого иона даст ему очень небольшую скорость. Если у нас какой-то есть очень легкий ион, то передать ему точно такой же импульс даст ему очень большую скорость. Немножечко дело усложняется тем, что на самом деле передаваться могут не только один заряд, но и, например, у иона может быть заряд плюс 2. И тогда понятно, что импульс мы ему передадим в 2 раза больше. Ну, это все за такие чисто технические моменты, которые могут быть решены в дальнейшем при использовании программного обеспечения. И на выходе, если мы теперь будем строить просто график количества ионов и времени, здесь у нас будет время, здесь у нас будет интенсивность, количество, то вот этот вот получившийся график это не что иное, чем как раз наш масс-спектр. То есть здесь можем сказать, вот наш ион с временем T2, вот он прилетел позже. Вот наш ион с временем T1, вот он прилетел раньше. То есть таким образом, откалибровавшись в дальнейшем, мы можем уже не во времени, в миллисекундах этот график иметь, о соотношении массы на заряд. Ну, а если мы знаем, что заряд у нас всегда плюс единичка, в МАЛДе в основном ионы плюс один получаются, другие заряды менее выражены, то можем сказать, что в принципе эта ось, это практически всегда для МАЛДе был дальтон. Для электроспрея не так, электроспрея обычно много заряженные будут уже ионы. И мы получили с вами возможность для нашего препарата детектировать сейчас все ионизируемые вещества вот в этой точке. Мы можем теперь переместить наш препарат и точно так же проверить следующую точку. Следующую точку. Поточечно собрать информацию о всех ионизируемых веществах на нашем препарате. Возникает, конечно, несколько вопросов. Во-первых, как тогда подготовить тонкий препарат? Ведь, согласитесь, если мы с вами возьмем гистологический препарат после проводки, например, в парафине, то говорить об анализе водорастворимых, спирторастворимых соединений мы уже не можем. Потому что на этапе проподготовки, на этапе проводки, более подробно это будет курс по гистотехнике, эти вещества мы просто удалим с нашего препарата. Водорастворимые уже в момент фиксации, потому что мы, скорее всего, будем фиксировать, например, в растворе формалина. Спирторастворимые при проводке, при убирании воды с нашего препарата, чтобы мы могли в дальнейшем его поместить, например, в тот же самый парафин. Поэтому для МАЛДИ-маспектрометрии и на самом деле для молекулярной гистологии чаще всего используются препараты просто замороженные. И в данном случае на самом деле в криостате, который имеется у нас в нашем ресурсном центре, можем изготавливать достаточно тонкие срезы замороженных образцов и весьма твердых. Например, можно изготавливать срезы костей без декорсификации, без какого-либо потери элементов. На самом деле есть работы, где есть возможность изготавливать даже срезы зубов. Это метод Квамото-Сана. Я расскажу о нем чуть более подробно в дальнейшем. Но идея заключается в том, что мы замораживаем наш препарат, образец, в метилцуллюлозе. Это тот гель, который используется, например, при производстве УЗИ. Чем это удобно? При такой заморозке не очень большое количество кристаллов льда образуется, препарат не сильно повреждается. Но метилцуллюлоза замороженная это очень твердый блок, который можно резать достаточно тонко. Проблема какая существует, этот блок, когда будете резать, он будет немножко подкрашиваться. То есть получить с него хороший срез, даже тонкий, не очень удобно. С другой стороны, что можно сделать и в чем методика Квамото-Сана заключается? В том, что мы можем сверху нашего блока, прежде чем его резать, наклеить пленочку. Вот эта пленочка здесь как раз хорошо видна. И эта пленка будет поддерживать наш срез в момент резки. Если мы теперь его будем резать ножом, то все, что отрезалось, даже если он немножечко крошилось, оно осталось приклеено к этой пленочке. И мы можем эту пленку в дальнейшем вместе с нашим препаратом, то, что хорошо видно вот на этой уже картинке, использовать. То есть у нас препарат к этой пленке приклеен оказывается. А вторая проблема, которую нужно решить для масс-спектрометрии, нам нужно, чтобы препарат или то, на чем препарат прикреплен, более-менее хорошо проводило электричество. Поэтому для масс-спектрометрии и малоди нам нужно использовать специальные стекла с покрытием вот индиум тиноксайд, это оксид индия и олова. У нас некоторое количество таких стекол еще имеется. Они, к сожалению, не очень дешево стоят. Но в чем плюс этих стекол? Они электрически проводны, как видите, в данном случае всего 58 Ом на таком расстоянии у этого стекла, но они оптически прозрачны. То есть, вы можете сделать такой срез, наклеить вот эту пленочку препаратом вверх на это стекло. Стекло проводит электричество, поэтому проблем никаких не будет. И можете потом отснять ваш препарат на обычном оптическом микроскопе. Более того, его можно даже в принципе потом, уже после того, как мы молекулярную гистологию сделаем, использовать и для какой-то окраски уже стандартно. После того, как вы этот препарат отсняли в оптическом диапазоне, вы можете поместить его в масс-спектрометр и дальше уже провести съемку поточечно. Прежде чем перейти к этому моменту, я немножечко должен остановиться на различных матрицах для MALDI-имиджинга, потому что M у нас в MALDI это как раз вот эти матрицы. Дело в том, что для разных групп веществ хорошо подходят разные матрицы. Например, если мы будем говорить с вами о пептидах, то это гидроксикоричная кислота. Если мы будем говорить о больших каких-то белках, это синопиновая кислота. Если мы будем говорить о липидах, то это например вот такие соединения, диамин и нафталин, например, может быть, еще здесь он не показан и так далее. То есть в принципе используя разные матрицы, мы уже можем задавать селективность. То есть можем ионизировать не все вещества, а в основном какие-то вещества преимущественно. Плюс разные матрицы обеспечивают наилучшую сохранность при ионизации именно определенных групп веществ. Таким образом, прежде чем смотреть что-то на препарате, нам желательно все-таки уже иметь представление о том, что мы хотим смотреть. Липиды мы хотим смотреть, белки, пептиды, какие-то белки, которые имеют в своем составе гликозилирование и так далее. После того, как мы нанесли эту матрицу, она уже определяет, насколько хорошо она сможет передать или на самом деле отнять протон от нашего вещества. И таким образом дальше у нас может получиться положительно или, если мы захотим, отрицательно заряженный ион, с которым можем работать. Естественно, перечень матриц приведен на этом слайде очень небольшой, их гораздо больше. Но основные матрицы, которые сейчас используются, это дезокси-гидрокси-бензойная кислота ДХБ, это гидрокси-коричная ЦСА, это синапиновая кислота, это дитранол, это диамин и нафталин. В принципе, из основных таких матриц это классические сейчас используемые. Плюс есть целый набор матриц, которые позволяют только какие-то специфические вещества увидеть. Например, вот эта матрица интересна тем, что она позволяет ионизировать только липиды, у которых в составе есть сера. Остальные липиды при помощи нее практически не ионизируются. Второй момент, который нам нужно остановиться, это то, каким образом мы эту матрицу можем нанести на препарат. Потому что если мы просто насыпем мелкие кристаллы на препарат, то в случае воздействия на них ультрафиолетового света, они-то будут замечательно испаряться в вакууме, но вместе с ними не будет происходить испарение нашего анализируемого вещества, нашего аналита. И один из методов, каким образом мы можем перемешать наносимую на ее матрицу с препаратом, то есть с аналитами, это нанесение маленьких капелек распылителем специальным. Это может быть либо для художников есть такое аэроперо называемое, либо специальный приборчик, который это делает. И таким образом мы можем с вами вначале взять нашу ткань, в которой у нас есть какие-то интересующие нас аналиты. Дальше мы можем нанести некоторое количество таких мелких капелек, которые эти аналиты будут растворять. То есть здесь у нас матрица в этих капельках плюс какой-то растворитель. Чаще всего в виде растворителя используются ацетонитрил, метанол, изопропанол, то есть те вещества, которые могут ну естественно с водой, которые могут интересующие нас аналиты растворять. Ну например для берков это чаще всего вода с ацетонитрилом, для липидов это может быть изопропанол, метанол и так далее. Что дальше у нас происходит? Дальше у нас происходит перекристаллизация матрицы. Естественно эти капли высыхают. Но теперь посмотрите, на месте этой капли у нас есть кристальчик матрицы и на ней оказались сокристаллизированы наши аналиты. Теперь если произойдет десорбция этих кристаллов, если мы их с вами при помощи лазера нагреем, то точно так же у нас произойдет десорбция нашего аналита. Ну а в газовой фазе уже произойдет обмен протонами и ионизация. Но проблема после первого нанесения таких капелек в том, что у нас остались большие участки, где у нас матрицы еще нет. Поэтому мы можем теперь после препарата высушили еще раз нанести капельки, опять получить перекристаллизацию уже здесь и повторяя этот процесс несколько раз, мы можем получить хорошее покрытие препарата матрицы. Однако, какая проблема возникает? посмотрите, как у нас располагалась вот эта группа аналитов здесь желтым цветом отмечена на исходном препарате. И что произошло после нанесения вот таких жидких капелек? Произошла диффузия этого аналита. Поэтому разрешение такого метода пробподготовки в идеале составляет где-то в районе 40-60 микрометров. То есть мы теряем разрешение именно за счет пробподготовки. Массспектрометр у нас может давать диаметр лазерного пучка не знаю например там 5 микрон стандартно. Но понятно, что если 5 микрон у нас здесь на препарате вот так, то здесь эти 5 микрон мы можем заставить только вот эту часть ионизироваться, но наша метка за счет диффузии на эти же 40 микрометров уже диффундировала. Таким образом разрешение этого метода ну скажем так около 50 микрометров и конечно долгое время это было камнем преткновения. То есть мы можем теперь многие аналиты ионизировать, мы теперь можем их увидеть, можем селективно их увидеть, применять разные матрицы, но разрешение 50 микрон в общем-то ограничивало возможности, что придумали ну около 8 лет назад. Сублимацию. Если мы теперь возьмем наш препарат, поместим его в вакуум, а нашу матрицу будем нагревать рядом с препаратом. Препарат у нас холодный, там температура пускай будет не знаю 30 градусов, на самом деле можно до плюс 4 на первом вакууме охладить или ниже. А матрица, которую мы будем с вами сублимировать, нагрета, скажем, до 250 градусов Цельсия, то в вакууме она будет испаряться и естественно она будет оседать сверху более холодного стекла с нашим препаратом. Таким образом поместив все это дело в вакуум, нагревая матрицу, мы будем ее осаждать методом сублимации на нашем препарате. Однако, если мы теперь будем использовать ионизацию, то сигнал, который мы будем получать, будет очень слабый. У нас не было никакой делокализации. Наши аналиты как занимали такое расстояние, так и занимают. Мы здесь ничего с вами не поменяли. Все хорошо. Но, опять же, очень плохой спектр. Что придумали? Сделать рекристаллизацию в парах растворителя, например, если мы говорим о липидах, изопропанол. 30 секунд в насыщенных парах изопропанола при, например, 40 градусах Цельсия. Препарат воду этого нагрели, поместили туда. Препарат чуть-чуть холоднее, чем 40 градусов. На нем какое-то количество очень небольшое, буквально капиллярная пленочка изопропанола образовалась. Препарат вынули, и у вас высохла эта пленочка изопропанола, но она перемешала вашу матрицу с вашим аналитом. Естественно, так как здесь капиллярный, по сути дела, эффект, пленочка очень тоненькая, то значимые диффузии не проходят. И есть работы, которые показали, что при определенных условиях можно получить 5 микрометров, рутинно 20, ну, скажем так, 10 в некоторых случаях. Очень хорошее качество спектра для липидов, для многих малых молекул, для растительных, например, вторичных метаболитов, но, скажем так, среднее для пептидов. Пептиды не очень хорошо перемешиваются в вот этом вот процессе. И, к сожалению, ну, скажем так, плохое для белков. Белки все-таки достаточно крупные, они не успевают нормально перемешаться с матрицей за время такого процесса. тем не менее, мы получили с вами еще один метр проб подготовки, для которого разрешение в 5 микрон примерно соответствует разрешению в 5 микрон нашего лазера для десорбции и, собственно говоря, ионизации нашего метаболита. То есть, в принципе, теоретически максимально допустимое разрешение при хорошей проб подготовке это 5 микрон. Для биологии, в общем-то, уже неплохо. Конечно, это не оптические 200 нанометров, тут никуда не денешься, но, если сравнивать 0,2 микрона для оптики, 5 микрон для нашего МАЛДИ и самый маленький кусочек, который можете взять, например, для какого-то анализа. Ну, согласитесь, для анализа вам понадобится хотя бы 50 микрон, на 50 микрон. Ну, в общем-то, здесь уже достаточно неплохо. Плюс, в случае анализа вы посмотрите только один такой участочек. В случае молекулярной гистологии вы весь препарат сможете посмотреть с таким разрешением. Как выглядят устройства для нанесения капелек? Это вот такое устройство про подготовку. Сейчас оно уже не выпускается, но у нас в ресурсном центре оно еще до сих пор есть, работает, можно им пользоваться. Есть возможность сделать свое устройство для сублимации. Здесь вот оно представлено. Ссылку на статью я привел. Могу эту статью, если будет не скачать, потом прислать отдельно. Разница в размерах кристаллов после нанесения капельным способом и сублимационным способом. Становится понятно, почему мы с вами теряем разрешение в случае использования в данном случае капельного способа. Размеры кристаллов. Да, это кристалл матрицы плюс нашего аналита, но посмотрите на размеры кристаллов. И размеры кристаллов в случае сублимации. Но опять же, в случае таких больших кристаллов качество спектра очень хорошее получается, потому что здесь аналит и матрица очень хорошо перемешаны. В случае таких маленьких кристаллов, конечно же, нам нужно будет в дальнейшем немножко каким-то образом это улучшать. Если делать самодельный агрегат, то здесь все достаточно просто. Нам нужна просто вакуумная колба охлаждаемая. Сюда приклеивается наш препарат. Все это ставится в песок или в масло на баню, где мы ставим то количество температуры, которое хотим, например, 250 градусов. И сюда насыпается порошок уже нашей матрицы. Так как у нас с вами препарат охлаждается, предположим, препарат охлаждается льдом, то есть около 0 градусов Цельсия, здесь 250, то, естественно, матрица начинает сублимироваться нашим препарат ровным слоем и дальше можно это использовать. Здесь сделана ловушка, чтобы матрицы не испортить наш вакуумный насос. В принципе, можно подключить всю эту систему, например, к нашему лобконку-концентратору, у которого эта часть уже есть. То есть, теоретически, мы можем сделать и на нашей базе такое оборудование. Конечно же, есть коммерчески доступные, очень красивые приборы, но они, скажем, не очень дешево стоят. Например, у Нидерландов и немцев совместного предприятия есть вот такой прибор, где вы кладете ваш препарат, где у вас есть матрица, и он по времени автоматически сам и откачивается, сам делает напыление, ну, к тому же, он достаточно маленький переносной. Хорошо, что мы можем анализировать теперь при помощи нашей молекулярной гистологии? Ну, прежде всего, мы можем с вами исследовать метаболом. Понятно, что это весьма сейчас продуктивно. Почему? Потому что это то, что гораздо быстрее регулируется. И то, что мы не можем другими методами предусмотреть, например, образование каких-то токсинов, там мы можем знать с вами всю последовательность ДНК, мы можем знать весь термскриптон, мы можем знать все белки, которые в клетке находятся, даже с посттеронизационными модификациями. Но предвидеть при этом появление каких-то новых веществ, чужеродных для клетки, эти методы нам, конечно, не позволяют. Поэтому исследование метаболома, который наиболее активно регулируется, который мы не можем предсказать, имея набор других умных технологий, конечно, очень интересен для исследования. Если брать базу метаболомную для человека и смотреть количество, то, ну, скажем так, для человека, конечно, уже не 25 тысяч, а 20 тысяч 500, сколько-то, белок, кодирующих участков в геноме. Если будем говорить о транскриптоме, опять же, это общий транскриптом, для отдельной ткани будет меньше, что порядка 100 тысяч транскриптов, учитывая альтернативный сплайсинг. Если будем говорить о протеоме, включая посттеронизационные модификации, которые, как раз, регулируют активность белков, то это уже около миллиона белков. Ну, скажем так, изоформ, белков, понятно, все-таки, столько же транскриптов, изоформ их и, соответственно, вариантов их регуляции уже больше. То метаболом, если брать в основном то, что для самого организма присуще, исключить отсюда токсины, ксенобиотики, пищевые добавки и так далее, то это около 40 тысяч соединений. Конечно, возьмем современную базу метаболомную прошлого года, там будет уже больше 150 тысяч, но они сюда добавили лекарства, пищевые добавки, токсины, в общем, то, что в норме в организме, конечно, не должно присутствовать. Таким образом, не очень большая комплексность у нас метаболома, мы можем его исследовать, но есть одна проблема. Практически все вещества, которые нас интересуют, лежат вот в таком узком диапазоне от 120 до 800 дальтон. Вот он, диапазон. И становится понятно, что этот участок спектра у нас будет практически перенасыщен. У нас на одну и ту же массу, даже точную массу, может быть, например, 2,5 в среднем соединения встречаться. И чем у нас будет более точный масс-спектрометр, тем, конечно, мы лучше их можем определить, но все равно в некоторых случаях разделить мирозабарные компоненты будет сложно. Каким мы можем с этим бороться? Ну, конечно, увеличение разрешения масс-спектрометров никогда не деться, получение возможности фрагментации, в том числе многочисленной, но, помните, у нас были с вами матрицы для MALDI имиджинга, и мы можем использовать матрицы для того, чтобы селективно увидеть, например, только пептиды в основном, только липиды в основном, или какие-то другие классы соединений. естественно, этим мы упростим количество того, что мы хотим увидеть. Более того, есть какие-то более специализированные матрицы, которые позволяют ионизировать, например, только аминокислоты, кроме обычных, там, в принципе, могут быть и редко встречающиеся то. Вторая проблема, которая есть при работе с метаболомом, это очень большое химическое разнообразие. Это сахара, это жирные кислоты, это аминокислоты, это липиды различные, это вторичные метаболиты. Ну, дальше можно перечислять все наборы различных веществ, ну, очень долго. Плюс это все еще затрудняется тем, что соотношение концентраций, ну, набор концентраций встречающихся этих веществ в клетке в норме можно вычислить как примерно где-то некая единица для самого редко встречающегося вещества до примерно единицы на 10 в шестой степени, то есть в миллион раз больше. Решать это можно, опять же, используем разных матриц, либо дереватизацией химической, то есть изменением преднамеренным какой-то группы веществ. Мы можем изначально какую-то группу веществ химически преобразовать таким образом, чтобы их массы, например, увеличить, издвинуть вот эту менее населенную часть, что позволит их здесь уже хорошо увидеть, исследовать и, собственно говоря, с ними работать. То есть, несмотря на эти сложности, есть обходные маневры. Я покажу это на примере, например, липидов, потому что они лучше всего ионизируют, с ним удобнее всего работать. Ну и, собственно говоря, что липиды? Да, это остатки, чаще всего, жирных кислот, либо это стерина еще, возможно. Но, если мы используем, например, хроматографию, мы можем очень легко разделить классы этих веществ просто при помощи хроматографии. Это то, что касается стандартных молекулярно-биологических методов. Однако, если мы теперь смотрим с вами некий срез мозга, то мы лишены возможности разделить эти классы веществ. И нам придется их смотреть все одновременно. Здесь на помощь нам может прийти первое. То, что разные липиды будут предпочтительно ионизироваться в положительном режиме, то есть мы можем прибавить к ним протон, или в отрицательном режиме, когда мы можем от них как раз-таки протон оторвать. И тогда мы можем уже разделить классы веществ. Например, холина – это положительный режим в основном, например, инзитола – это отрицательный режим и так далее. И вот с одной и той же точки препарата, снятые спектры в положительном и отрицательном режиме, уже упростили у нас картинку. Второе, я уже говорил, есть матрицы, которые лучше какие-то определенные группы липидов позволяют увидеть. Ну и третье, предположим, что у нас очень близкие массы, у нас теперь появляется масса спектрометра, которая позволяет разделить все ионы еще по одной характеристике, по их, условно так, скажем, площади соударений. Если у нас какой-то липид, скажем так, менее обтекаемый, его форма, то он будет задерживаться таким масса спектрометром дольше. Можем разделить уже просто по внешней форме молекул. Это тоже позволяет решить большую часть проблем. Возникает, правда, одна сложность. У нас есть некая масса, которая подходит сразу несколько классов липидов и несколько липидов с разными, например, комбинациями остатков жирных кислот. Что дальше делать? Как понять, что это именно наше вещество? Здесь нам на помощь придет возможность так называемой фрагментации. Опять же, картинка стандартного масс-спектрометра. Мы должны каким-то образом ионизацию произвести наших веществ. Мы должны разделить их по заряду массе. Мы должны дальше их задетектировать. Но после первого разделения мы можем теперь только какую-то массу, например, пускай у нас там будет 812 дальтон. Можем дальше только эту массу выделить, ее фрагментировать. То есть у нас есть какое-то наше соединение, есть какая-то главная группа у липида, есть через эфирную связь, скажем, связанные две остатка жирных кислот. Мы можем их придать им дополнительную энергию так, чтобы произошла фрагментация, то есть развал этих молекул на какие-то части. И дальше мы можем уже эти отдельные фрагменты посмотреть, какая у них масса. Там, например, у нас разные хвосты, у нас какая-то главная группа и так далее. И вот этот набор отдельных фрагментов может в идеальном случае позволить нам сказать, что за вещество перед нами. Если мы еще можем в дальнейшем выбрать теперь какой-то отдельный фрагмент, например, 168, и заставить фрагментироваться уже его, а предположим, что у нас здесь некий остаток жирных кислот, ты где есть двойная связь. И понятно, что фрагментация уже будет происходить каким-то определенным способом. И мы можем тогда более того установить положение, на самом деле это двойной связи, например, полностью описать соединение, которое перед нами. Ну и понятно, детекция тоже важна. Таким образом, при имиджинге нам очень удобно было бы, если мы уже занимаемся не поисковым исследованиям, а идентификации конкретных веществ, иметь возможность тандемной масс-спектрометрии с промежуточной фрагментацией фрагментов. Тогда мы можем уже прямо на нашем препарате не просто увидеть набор веществ, но идентифицировать их или посмотреть распределение одного единственного вещества достоверно, сказав, что это именно, например, такой-то липид или такое-то вещество. Ну, пример. У нас есть вот такой липид интересный. У него при фрагментации может отваливаться головная группа, во-первых. Во-вторых, у него могут отваливаться в разных местах, в зависимости от того, как будет фрагментироваться остатки жирных кислот. Ну и в-третьих, возможно, фрагментация около двойной связи. И давайте посмотрим. Если у нас остается одна главная группа, вот, например, масса, которая соответствует этой главной группе. Вот наша исходная масса, 819, скажем, и 1 десятая дальтона. Вот случай, когда у нас теряется один из хвостов, скажем, вот этот вот остаток жирной кислоты у нас теряется. И вот эта масса. Вот, скажем, случай, когда у нас теряется второй остаток жирной кислоты, вот его масса. Ну и дальше есть дополнительные ионы с потерей, например, вот этой части, вот этой части, вот они, потери подвойной связи и так далее. То есть, набор в идеальном случае фрагментов может позволить нам достаточно точно, в некоторых случаях даже абсолютно точно, идентифицировать, какое вещество перед нами. На самом деле, если раньше приходилось это делать вручную, здесь разметка сделана, к сожалению, у меня абсолютно руками. Сейчас появляются новые программные продукты, которые позволяют аннотировать такой спектр автоматически, автоматически посчитать его, автоматически учесть все возможные варианты, в некоторых случаях даже указать на первоположение двойных связей, если не нашли соответствующие части. В общем, возможность работы с липидами стала сейчас очень хорошей. Другой пример. Задилхолин. У него есть что-то, что может отвалиться как раз-таки без заряда. То есть, мы не увидим это как отдельный ион, потому что, собственно говоря, это теряется, не имея, вернее, нулевой заряд. И мы видим, вот у нас есть, например, масса всего этого липида 706,46. После потери этой группы у нас образуется так называемая нейтральная потеря в 59,2 дольтона. Что мы здесь наблюдаем? У нас есть возможность фрагментации вот этой группы целиком, на этот раз с положительным зарядом. Вот ее масса. У нас есть возможность фрагментации отдельных остатков жирных кислот. Тут не подписано, но вот у нас есть два пика, например, когда у нас теряется либо одна часть, либо другая. Ну и два пика, соответствующие теперь отдельно этим жирным кислотам с зарядом. То есть, в принципе, получив нашу гистологическую картинку и заставив теперь прибор с этого же препарата отснять некоторое количество спектров в том месте, где этого вещества очень много, которое нас интересовало, то есть это спектр вот с этой области, получив его, можем однозначно идентифицировать, что за вещество у нас в этой части было. Понятно, что я взял липиды в качестве примера, потому что их проще всего объяснять. Они хорошо ионизируют, с ними удобно работать. Ну вот пример, то, что можно получить. Более того, можно на самом деле даже охарактеризовать, что за липиды здесь присутствуют. Можно увидеть их распределение по препарату. И, как я уже говорил, мы можем препарат вначале отснять на оптическом уровне. И, более того, после того, как мы препарат наш отсняли, можем отмыть его от матрицы, например, в метаноле, перекрасить любым красителем, каким хотим, например, суданом, ойл-ред или еще каким-то, на, собственно, липиды, и посмотреть уже на обычном микроскопическом уровне этот препарат. Ну, как видите, здесь можно достаточно хорошо такие группы липидов, которые на препарате расположены, не случайно увидеть, идентифицировать их, использовать в дальнейшем в работе. Точно так же для их групп липидов, в принципе, это тоже возможно. Ну и, как я уже говорил, вот с холестером сульфата можно было обойтись еще более интересным образом. Этот липид, так как он серосодержащий, он наиболее хорошо ионизируется при использовании вот такой матрицы. Остальные липиды, остальные соединения просто нам не видны. И, более того, он фрагментируется очень хорошо, с очень хорошо описанными известными фрагментами. Таким образом, если теперь взять картинку, на которой должны присутствовать фрагмент головной группы, фрагмент, собственно говоря, самого холестерола, и показать только те точки, в которых оба фрагмента присутствуют, то мы можем увидеть вот такую картинку, наложенную поверх изображения, полученного уже оптическим способом, где распределение этого вещества хорошо видно. Примеры уже не наши, это работы из литературы взяты. Это сетчатка глаза. И посмотрите, точно так же выделены различные липиды, и видно, что для разных слоев сетчатки глаза, она, естественно, имеет весьма хорошо, дефинитивное строение послойное, тоже присутствует, их можно увидеть. Понятно, что разные липиды имеют разную биологическую функцию, и, в принципе, можно уже использовать это для каких-то, в том числе и терапевтических целей. Другой класс веществ, который тоже легко можно описать в короткой презентации, это некоторые полифенолы, ну, в данном случае флавоноиды и конкретнее антоцианы. Это красители, которые встречаются, окрашенные вещества, которые встречаются в многих растительных тканях. Ну, и возникает вопрос, как их идентифицировать. Они водорастворимые. То есть, если вы сделаете просто обычный срез, то дальше заключить этот препарат во что-то водорастворимое невозможно. Они просто вымоются. Второе. В случае, когда они находятся в растении, ну, очень сложно отличить несколько разных антоцианов, которые находятся в одной и той же части растения. Они выглядят одинаково красно, они одинаково замечательно водорастворимо с этого препарата вымываются. И в данном случае решить, какие из антоцианов, в каких частях, например, зерна находятся, очень сложно. Тем не менее, с использованием метода, раз таки, молекулярной гистологии, можно сделать вот такие срезы, крио-срезы зерна. Как видите, сохранность зерна на пленке прекрасная. Дальше можно получить изображение отдельных фрагментов, взяв полную массу, которая нас интересовала. И это позволяет вам идентифицировать это вещество. Дальше у вас есть фрагмент 1, фрагмент 2. И если мы теперь с вами возьмем картинку, в которой оставим только те точки, которые имеют все фрагменты и исходную массу, то вот, собственно говоря, распределение теперь именно этого вещества. Напомню, что оно водорастворимое, поэтому использовать что-то другое для его идентификации сложно. Их несколько разных в этих клетках находятся, поэтому, опять же, просто по цвету об этом не сказать. Качественной реакции на разные тацианы с разными, например, сахарами нету. Ну вот, единственный вариант подхода или решения задачи – это использование как раз таки молекулярной гистологии. Возможность визуализации других соединений. Ну, в основном нас, конечно, интересуют белки. Тоже есть. С белками, правда, есть проблема. Белки достаточно большие, а масс-спектрометр теряет свое разрешение с массой. То есть, чем больше массы, тем хуже у нас разрешение. И идентифицировать белки однозначно становится сложно. Я уже говорил, что есть, например, синопиновая кислота, которая позволяет интактные белки в случае малди-ионизации нам увидеть. И действительно, если это какие-то мажорные белки, например, основной белок миелина, гистоны какие-то и так далее, то на срезе мозга, естественно, такие часто представленные вещества можно увидеть. И более того, известны массы, которые к ним относятся, и известны их постинвестиционные модификации. Поэтому здесь, например, несколько пиков сразу же взято для одного и того же самого вещества. Можно теперь из этого спектра, как видите, он уже не такой красивый, как в случае веществ с малыми массами. Пытаться сделать изображения, попытаться их наложить, ну и исследовать изменения этих параметров при каких-то воздействиях. Опять же, ссылку на статью оставляю. Статья 11-го года достаточно старая. Сейчас уже много чего еще можно делать. Но, при всем при том, однозначной идентификации веществ мы здесь провести не можем. То есть, это просто некие массы, которые мы априори знаем, некие модификации, которые мы также априори знаем, и мы верим, что этот пик, который мы видим, это именно наше вещество, а не что-то. Плюс, если мы будем смотреть на белки, то есть очень большая проблема. Ну, во-первых, если мы будем говорить о каноничных белках, которые, скажем так, не учитывать изоформы, это 20 тысяч белков. Если мы будем смотреть на распределение по массам в килодальтонах, оно достаточно широкое. Например, на массы порядка, пускай будет 50 килодальтон, у нас из этого протеома каноничного, где нету никаких изоформ, 820 белков приходится. Да, разделить их будет уже, мягко скажем, непросто. Использовать какие-то специализированные добавки к матрице, чтобы разделить их, например, по изоэлектрической точке. Теоретически было бы можно. Ну, посмотрите, опять же, у нас две такие группы. Если мы будем пытаться разделить их за счет гидрофобности, опять же, проблема, тоже не разделить. А на препарате хроматографию, например, провести не можем. Поэтому для работы с белками нам нужно предварительное знание о них. Плюс некоторые белки не удастся ионизовать. Например, если у вас есть какая-то большая полимерная структу, тубулины, и они в составе микротрубочки у вас. Конечно же, никакой масс-спектрометр не позволит вам эти тубулины ионизировать отдельно. А вся микротрубочка слишком большая, чтобы ее можно было ионизовать. Плюс масса у нее большая. Даже если мы ионизуем, мы не сможем ее увидеть. То есть не все белки можно таким образом ионизировать. Естественно, есть разные постуализационные модификации, которые нужно учитывать. И, конечно, у нас нет масс-спектрометров с высоким разрешением в диапазоне больших масс. Тут есть чисто физические ограничения. Ну и последняя проблема, на мой взгляд, самая важная для именно гистолога. То, что в случае, если мы хотим смотреть интактные белки, мы не можем использовать фиксацию. То есть это полностью закрывает нам возможность использования, например, патологически-анатомического материала. Использование материала, собранного где-то в полях. То есть это только исключительно напрямую заморозили, порезали, напылили матрицу, посмотрели. Ну и с тем, что у нас, например, наш масс-спектрометр МАЛДИ в Петергофе, а в Петергофе у нас до сих пор нету, к сожалению, криотома, то ввести препарат порезанный, даже замороженный, ну это верная дорога потерять любую информацию, которая на нем осталась. Таким образом, работать, к сожалению, с белками напрямую, ну, мягко скажем, не очень просто. Нам нужен какой-то другой подход, который позволит решить эту задачу. И такой подход действительно есть. Если мы будем говорить о пептидах, то пептиды гораздо лучше ионизируются, их гораздо проще смотреть, но и понятно, что у них масса меньше, то есть разрешения мы себе можем позволить больше. Более того, пептиды точно так же, как и другие соединения, очень хорошо фрагментируются. И за счет фрагментации мы можем некоторые из пептидов даже идентифицировать. И понятно, что в составе белка у нас могут оказаться какие-то участки, которые для этого белка уникальны, то есть так называемые уникальные пептиды. Если мы его увидели, то в принципе, конечно, можно было бы таким образом эту задачу решить. Проблема одна. Как нам белок теперь превратить в пептиды? Хорошо, если это какие-то эндогенные короткие пептиды, как в данном случае, и их можно хорошо увидеть. А в случае, если у нас есть белок, то нам, если мы говорим о молекулярных подходах, есть возможность сделать просто его переваривание какой-то специфичной протеазы, например, трепсином. Тогда у нас получится набор фрагментов. Естественно, трепсин, так как протеаза специфическая, на концах этих фрагментов будут только определенные остатки аминокислот. И дальше, взяв этот один пептид, посмотрев на его фрагментацию, мы можем увидеть вот отдельные массы, которые соответствуют фрагментам. Все хорошо в теории. На практике, к сожалению, есть некоторая сложность, заключающая в том, что теоретический спектр, как должен был бы фрагментироваться такой пептид, представлен здесь. И действительно, его очень легко за счет вот таких больших пиков идентифицировать. Все понятно. В реальности тот же самый пептид при его идеальной подготовке будет выглядеть вот так. Поэтому без соответствующей базы, без подготовки, перед работой, идентификацию, конечно, произвести достаточно сложно. Чуть-чуть о фрагментации пептидов. Пьются пептиды по нескольким местам. То есть, по своей пептидной связи они могут разбиться вот здесь. Тогда у нас будут ионы, так называемые, X и A. Они могут разбиться вот здесь. Это будут ионы Y и, соответственно, B. В зависимости от того, какую сторону мы смотрим, которая откололась сюда или которая откололась сюда. Ну и так называемые Z и C. Плюс, если у нас есть некоторые аминокислоты с большими радикалами, могут откалываться еще и радикалы. То есть, это может позволить нам сказать, вообще есть ли у нас в нашем пептиде какая-то определенная аминокислота. Ну и понятно, что в реальности спектр за счет того, что так много фрагментов образуется, выглядит не очень просто. Его описать до нового, скажем, ну практически невозможно так сходу. Это можно специально готовить. Почему до нового не описать? А потому что кроме наших вот этих вот нами уже понятных масс появляется еще много масс, которые мы не можем однозначно отнести. Ну вот здесь, например, есть некий набор масс. Что это? Дополнительные какие-то фрагменты? Это группы отвалились боковые от нашего пептида? Это просто шум? Это какая-то контоминация, что наиболее вероятно? Это какие-то дакты? Там, не знаю, натрий, калий, вода, все, что хотите. Или это мы просто неправильно изначально аннотировали пептид? Ну и к тому же, посмотрите, некоторые из таких пиков могут быть весьма высокие. Поэтому, конечно, тут работа только с базой данных. Если мы теперь будем говорить о пептидах, которые мы можем получить, обычный пересчет может дать нам примерно следующую характеристику. Если мы возьмем весь протеом, включая модификации, мы же говорили, что порядка миллион белков, если мы возьмем теперь одиннадцатимерный пептид, то вариант комбинации, который мы можем чисто математически получить, это 2 на 10 в 14 степени. Но без конституционной модификации. Если мы посмотрим из этих пептидов, просто их поищем в базе данных, мы найдем примерно 2 на 10 в 10 этих случайных всех вариантов одиннадцатимерного пептида. Если мы посмотрим, какие из них могут быть после переваривания, например, трепсином, ну, 10 в 8, это уже немножечко получше. Если даже теря ограниченность, например, только человеком, то это как миллион таких пептидов. Да, мы взяли случайный, просто одиннадцатимерный пептид, где 11 остатков аминной кислоты у нас есть. Таким образом, да, у нас остаются некоторые проблемы, которые нужно решать, они решаются программным обеспечением, но самое важное теперь для нас. Мы можем, имеем полное право, использовать архивный материал. Почему? При фиксации материала у нас возникают ковалентные шивки, так называемые метиленовые мостики, если мы используем, например, формалин, между различными белками. Например, у нас есть какой-то один белок, это другой белок, у нас есть 1-2 группа свободная, и у нас, соответственно, есть возможность здесь тогда к пептидному линку при помощи нашего формалина создать такой метиленовый мостик. Ну, во-первых, некоторые из этих реакций частично могут быть обратимы, то же самое методы, так называемые антиген-ретрайвл, это методы, которые позволяют частично обратить эту реакцию, чтобы можно было иммуногистохимию, иммунофлюисцензу на препаратах провести. А во-вторых, хорошо, у нас сшилась какая-то часть нашего ба, которая нас не интересует. Ну, я, конечно, должен был лизин указать, но не важно. Но остальные части протеаза еще может, в принципе, погрызть. И несмотря на то, что у нас все белки сшиты в одну громадную кучу, из этой кучи можно настричь определенные участки. И какие-то из этих участков могут оказаться для этого белка уникальными, то есть, характеризующие именно его. Получив эти два пептида, мы можем однозначно говорить, что да, этот белок у нас присутствовал для данного организма. Несмотря на то, что у нас белок по лизинам там много где еще пришит внутри нашей ткани. То есть, мы получаем возможность в случае трепсинизации работать с фиксированным материалом. Каким образом это реально можно сделать? Ну, во-первых, можно, прежде чем наносить матрицу, точно так же капельно нанести трепсин. Опять же, проблема с разрешением тут очевидная. Понятно, что при нанесении трепсина даже маленькими капельками все-таки диффузия этих пептидов будет. Но пептид, молекула, все-таки достаточно большая и неудобная для быстрой диффузии. Если у нас будет не очень много жидкости, то переваривание может пройти достаточно хорошо. Причем прямо на препарате. Так как это делается тоже маленькими такими капельками, многократным нанесением, инкубацией, то в принципе получается, что рядом с тем местом, где у нас был белок, пускай он уже будет немножко покалечен, пускай он будет пришит, пускай будут какие-то изменения в нем, но нарезанные фрагменты могут быть сохранными. Эти фрагменты далеко от места, где был сам все белок, диффундировать тоже не смогут. Таким образом, потом нанеся матрицу, мы уже говорили об этом методе, и получив в масс-спектрометре уже данные о каждой точке препарата, если мы знаем теперь массы пептидов, мы можем визуализировать этот пептид, а если он уникален для белка, сказать, что белок находился именно здесь. Возникает вопрос, как мы эти МЗ наших пептидов можем получить. Первый подход, который использовался, да и сейчас до сих пор используется, это то, что вы делаете либо два препарата, либо, если у вас препарат симметричный, вторую часть препарата просто соскабливаете и делаете стандартный ртомный подход. Вы экстрагируете белки, вы делаете переваривание прямо в жидкости, вы делаете в дальнейшем либо анализ на электроспрей масс-спектрометре, либо лучше тоже на МАЛДИ масс-спектрометре, получая отдельные пептиды после хроматографии, у них будет масса и время выхода различаться. Получаете список этих пептидов, ищите это в базе данных, и дальше у вас теперь есть таблица. У вас есть некий белок какой-то один, у вас есть целый набор пептидов, которые к этому белку относятся и обнаружен был в ваших данных, и у нас есть два уникальных пептида в его составе. Эти два пептида уникальных мы можем дальше использовать для идентификации уже не просто пептидов, а отдельных белков. Например, можем говорить здесь о основном белке миелина. Примеры таких работ, которые можно привести, опять же, это из статей, к сожалению, не наши данные. Ну вот, например, для синуклеина, для основного белка мииновой оболочки, для некоторых рецепторов и так далее получились наборы масс, и дальше можно посмотреть распределение уже этих масс на срезе. Таким образом, есть идентификация этих белков и, собственно говоря, их положение в пространстве на нашем препарате. Что, согласитесь, достаточно интересно. Мы не смогли взять такое большое количество антител, особенно если мы, например, не знали, чем бы различались наши препараты. Здесь этот подход, в принципе, вполне очевиден. Пример обработки данных, которые мы получаем с масс-спектрометра. Понятно, что, конечно же, хотелось бы обрабатывать свои данные каждому отдельно на своем компьютере, хотя бы потому, что, ну, лицензия чаще всего покупается на программу обработки только одна. К счастью, есть бесплатная программа обеспечения, позволяющая очень хорошо работать с такими данными. Оно работает на платформе R и называется Cardinal. Вот ссылка на него. Сейчас уже вышла версия, по-моему, даже третья. Я не знаю, ее пока еще не ставила, я еще пока с предыдущей версией работаю. Что позволяет эта платформа сделать? Ну, во-первых, вы можете получить несколько срезов, и вы хотите их сравнить. Например, разные животные, либо разные условия. И, как вы видите, сами все спектры различаются по интенсивности. Их нужно нормализовать. То есть, взять какой-то пик вещества, который вы верите, что один и тот же по концентрации в ваших образцах, либо на самом деле вы можете добавить ваши образцы прямо в матрицу какое-то вещество, которое будет с известной концентрацией. Тем самым убрать вариацию между образцами. То есть, вы нормализуетесь на известные вещества. Дальше в этой программе вы можете сделать сглаживание спектра, потому что, понятно, у нас есть некое разрешение нашего масс-спектрометра. Реально. Если мы получили какой-то пик, мы знаем, что разрешение нашего масс-спектрометра это столько. Понятно, что дальше мы можем сгладить этот спектр, используя окно, равное разрешению нашего масс-спектрометра, получить вот такую картинку, избавившись от шума, что дает нам возможность уже на глаз сказать, что вот есть пик 1, пик 2, пик 3. Из такой картинки шумной этого сразу же не видно. Это называется сглаживание. В этой программе есть много вариантов сглаживания, рассказывать, какой когда применять отдельную лекцию нужно сделать, но в принципе можно выбрать, что уже хорошо. После этого мы можем использовать так называемую коррекцию базовой линии. Как вы видите, изначально у нас спектр в малых значениях вот так вот загибался, потому что фрагментировались некоторые высокомолекулярные вещества и эту часть спектра забивали. Соответственно, базовую линию можно вычесть, получив уже такой красивый линейный спектр. Все это в этой же программе делается. Понятно, что между съемками, а это может быть разные дни, разные месяцы, калибровка прибора немножечко меняется. И эта же программа может теперь сделать между разными вашими измерениями некую, скажем так, рекалибровку. Когда здесь вы видите, что каждый пик имеет немножечко разную массу и сравнительно сильный разброс, то дальше понятно, что это одно соединение, картинка повторяется, программка может эти пики просто выстроить друг под другом. То есть делать рекалибровку их относительно друг друга. Теперь у вас есть несколько изображений ваших препаратов, которые отнормализованы, которые рекалиброваны друг на друга, то есть один пик это одно вещество на всех препаратах. И в дальнейшем нам теперь осталось только выделить, какие из этих пиков являются действительно интересующими нас, то есть делать так называемый пик-пикинг, по-русски ну наверное выделение отдельных пиков такое оставить можно. То есть вот в итоге ваши данные это уже небольшие спектры, с которыми сложно работать, а некая табличка, где у вас есть масса на заряд и где у вас есть некая интенсивность этого пика. И так для каждого препарата у вас это в табличке повторяется. Теперь вы можете визуализировать ваш препарат прямо в этой же программке в том же самом кардинале это можно сделать. В него можно загрузить оптический препарат либо полученный до проведения молекулярного имиджинга, либо после молекулярного имиджинга вы можете отмыть ваш препарат от матрицы ну и покрасить на самом деле даже антителами если хотите это возможно. Вы можете получить теперь изображение для фрагментов либо изображение на котором все фрагменты будут учтены чтобы точка получилась. Ну и собственно говоря этого уже достаточно в том числе можно спектры для какой-то части теперь если необходимо взять можно если вы не убрали препарат еще из масс-спектрометра для какой-то части получить спектр фрагментного уже изменения посмотреть как фрагментация происходила то есть дальше можно много чего еще сделать. применение и собственно говоря плюсы и минусы этого метода ну в чем его плюс как я уже говорил нам нет необходимости заранее знать какие биомаркеры мы ищем мы можем просто сравнивать два состояния конечно если мы знаем биомаркеры которые мы ищем это сильно упрощает нам задачу но это не обязательно мы можем смотреть практически все классы соединений за редкими исключениями и каждая точка на нашей картинке это все массозарядовые соотношения которые мы смогли ионизировать с нашего препарата то есть мы можем к этим данным потом вернуться их переанализировать при необходимости сложности разрешение как я уже говорил стандартная промподготовка которая нам сейчас доступна в нашем ресурсном центре это 50 микрометров если мы сделаем эту установку для сублимации это 5 микрометров на самом деле коммерческая такая установка есть в военно-медицинской академии и я думаю что в принципе туда если что можно напроситься у них есть еще тоже масс-спектрометр позволяющий делать такую визуализацию вторая проблема как я уже говорил не все все-таки биомаркеры мы можем сразу увидеть практически все но есть все-таки некоторые исключения к сожалению не всегда прямо на препарате можно произвести идентификацию что же это за масса заряд который мы увидели не всегда можно сделать хорошую фрагментацию не всегда можно разобраться что за вещество у нас было но опять же мы знаем как минимум массу заряд и мы уже можем уменьшить круг подозреваемых что именно мы хотим с вами искать ну и обычно эти методы не совместимы с гистологической фиксацией но для белков я уже говорил есть такая возможность а более того как 5 лет назад было показано некоторые метаболиты например липиды в случае сохранения всего этого времени вашего образца в формалине остаются доступными для анализа в течение многих лет как минимум 5 лет там в их работе было показано что они не очень сильно окисляются потому что кто-то работал с липидами конечно сразу же скажут что их нужно после выделения сразу же на минус 80 лучше в жидкий азот или сразу анализировать но вот как оказалось при хранении формалине под толщей жидкости образцы не так активно деградируют и липиды еще остаются доступными для анализа конечно происходит их диффузия тут никуда не денешь даже при плюс 4 конечно же некоторое количество липидов окисляется но в принципе до сих пор это можно использовать ну и примеры про липиды я уже говорил анализируется легко различные метаболиты растений которые можно прямо на среде или на листе получить понятно ну и одно применение сейчас которое стало очень часто использоваться это фармакологические компании фармакологической компании для описания их соединения необходимо увидеть не только распределение исходного вещества в разных тканях животных накопления но и посмотреть какие метаболиты могут организовываться этого соединения опять же что может сделать животное с ксенобиотиком понятно какие группы может присоединить кем может развалить понятны массы заряд этих групп ну и вот у вас картинка гистологическая беременной мыши целиком вот картинка распределения исходного вещества и видно что исходное вещество в мозге имеется после скольких часов воздействия ну вот активный метаболит который для этого вещества например является действенным и видно что этого активного метаболита например в мозге нет то есть не происходит метаболизация в печени происходит прекрасно ну и в мочевом пузыре еще есть такое же накопление но в то же самое время в скажем если это беременная мышь не проходит плацентарный барьер не само по себе вещество не соответственно его метаболита согласитесь что это позволяет хроматологическим компаниям на одном двух животных получить предварительные данные о распределении этого вещества в тканях животного ну и опять же экономия животных экономия затрат в общем-то несмотря на стоимость оборудования это себя купать понятно что мы с вами рассмотрели пока только малде режим когда ионизация была при помощи специальной матрицы которую мы используем и последние лет 10 на самом деле зоопарк различных методов пополняется очень активно есть методы которые позволяют использовать малде ионизацию при давлении обычном то есть это не вакуум это обычное атмосферное давление но правда в виде матрицы здесь тогда используется глицерин и в виде лазера тогда используется уже инфракрасный лазер есть методы которые используют бомбардирование вещества метастабильными элементами есть разные методы которые позволяют ионизировать вещество немножечко под пугом опять же используем пер лазера с использованием матрицы и всего остального но электроспрей ионизации уже в потоке то о чем я хочу поговорить это метод появивший сравнительно недавно ну скажем так который начал использоваться сравнительно недавно так называемый дези дезорбционная электроспрей ионизация идея метода крайне простая у вас есть поток жидкости некого растворителя поток заряженный то есть изначально как в электроспрей здесь формируется тейлоровский конус с него заряженные уже капельки растворителя летят они попадают на ваш образец но за счет того что они сильно заряжены статически чаще всего попав на образец они от него потом опять дезорбируют забрав на себя часть аналита которая в нашем образце была это все при комнатной температуре при обычном атмосферном давлении происходит то есть здесь можно на самом деле вот так посмотреть распределение каких-то аналитов в том числе и например на листе растения на каком-то живом срезе все что хотите ну и в дальнейшем эти заряженные уже капельки с аналитом проходят тот же самый путь что электроспрей ионизация они высыхают у вас остаются только ваши аналиты с зарядом ну правда зарядов там уже не один а гораздо больше и эти аналиты попадают в электроспрей соответственно в данном случае конус ну и дальше в обычный масс-спектрометр с которым можно работать поэтому дези крайне интересен и удобен для работы так как он не требует никакой подготовки вы можете взять просто срез из криостата положить на обычное стекло без всяких индиум тимоактиноксидов без всего положить в этот прибор и дальше использовать различные растворители для различных веществ которые вы хотите увидеть конечно угол под которым подается растворитель давление и сам все растворители имеют значение плюс имеет значение вот этот угол от места куда попадает растворитель до места где эти ионы собираются уже в трубочку которая идет на спектру ну это все хорошо описано с этим можно работать и в случае если мы говорим о наноисточнике вот этим вот для формирования этих капелек так называемой нанодези разрешение может быть порядка 40 микрометров то есть достоинство этого метода нам не нужно никакой матрицы никакого напыления нам не нужно вакуума нам не нужно проподготовки никакой то есть срез из креостата на стекле прямо можно сразу же помещать в этот прибор при этом спектр который вы будете видеть это спектр который вы видели в обычном электроспрей масс-спектрометры то есть переучиваться не нужно даже чувствительность конечно у него чуть-чуть похуже чем у малди повторяемость пока имеет некоторые проблемы но не криминально то есть в принципе можно увидеть если мы лизоцим возьмем где-то порядка 50 пикограмм совершенно спокойно его на вашем аспекте что может ионизироваться практически все липиды как всегда конечно ионизируются прекрасно пептиды белки до 100 кг в некоторых статьях удается увидеть к сожалению это такой еще вопрос обсуждаемый насколько хорошо их можно видеть какого размера но для примера картинки которые получаются в данном случае как я уже говорил липиды так как их проще всего объяснять картинки практически не отличаются от малди они достаточно хорошо для липидов воспроизводимы спектр получаемый с одной точки вот свободные жирные кислоты димеры жирных кислот липиды вот фосфорилхолин например виден и так далее то есть спектр ну мягко скажем практически такой же как в электроспроэрганизации исследования более того если вы не использовали в какой-то окраске скажем что-то что ваши липиды из препарата вынет то можно использовать и уже окрашенный то есть тут то что вот в одной статье жаргоном назвали этот аппарат нанонюхалкой ну в общем действительно вот такая вот нанонюхалка которая позволяет препарат просто посмотреть без какой-то правоподготовки то как он работает я попытаюсь видео показать надеюсь что youtube позволит мне это сделать на этом видео здесь хорошо виден сам по себе источник с нанокапилляром который на препарат лежащего здесь просто обычное стекло подает жидкость здесь высокое напряжение и воздух и соответственно формирует здесь порядка 40 микрон всего лишь зону где эти капельки на препарат попадают вот эта трубочка это трубочка от масс-спектрометра по которой дальше ионы пойдут в масс-спектрометр для анализа столик как видно от обычного микроскопа снят он позволяет этот препарат передвигать точность до десятков микрон то есть в принципе сканировать этот препарат поточечно выглядит сканирование примерно так так сейчас пропустим эту часть попробуем найти сам по себе видео где оказывается работа стил вот он сканирует ваш препарат и вы получаете изображение что им удалось получить в зависимости от того сколько времени готовы потратить на сканирование вашего образца можно получить например за 23 минуты вот такую картинку 100 на 100 микрон одна точка 23 минуты всего снимали это срез главного мозга сагитальной мыши если вы готовы потратить чуть-чуть больше времени так как точка которую вы анализируете становится меньше по размеру то нужно гораздо больше времени тратить на анализ каждой точки можно получить вот такую картинку ну а если у вас есть 5-6 часов вводного времени на приборе вы можете получить разрешение 40 на 40 микрон напомню что это срез который ничем не был обработан то есть это срез из криостата сразу который просто положили на стекло положили в этот прибор при комнатной температуре если хотите можно охладить чтобы липиды не разрушались можно азот использовать чтобы не было окисления но не обязательно то можно получить вот такую картинку с разрешением 40 на 40 микрон для всего мозга мыши целиком я думаю что действительно метод интересный развиваться дальше будет активно ну и давайте попробуем подвести итог нашего семинара ну во-первых для чего может использоваться молекулярная гистолой это скрининговое исследование каких-то веществ либо внесенных нами изначально либо тех которые мы смотрим в нормальном нормальном объекте пускай это будет растение или живот это возможность исследования этих же веществ всего набора веществ при каких-то внешних воздействиях эпоксия оксидативный стресс какие-то нарушения питания все что хотите это возможность реконструкции двухмерной или на самом деле можно сделать серийные срезы трехмерной реконструкции распределения какого-то белка или пептида в нормальном контрольном животном при оконто воздействии это возможность молекулярной квалификации тканей когда обычные окраски вам не дают никакой разницы между скажем опухлевой тканью и тканью нормальной но вы видите это например очень хорошо на гемотоксиин и азин возникает вопрос чем же эти ткани различаются их можно после этого положить под масс-спектрометр специально можно обработать пытаться понять какие из биомаркеров для каждой каждой части этой ткани будут различаться можно соответственно использовать изменения протеома исследовать но в данном случае не просто общего когда мы можем получить некую среднюю температуру по больнице а распределение его по препарату для разных первозрастных групп ну и то что мне кажется очень интересно в данном случае это возможность использования теперь архивного материала для исследования понятно что в клиниках в университетах есть очень много архивного материала ну как минимум и можно уже постфактум производить исследования работать с этим сложным материалом ну и последнее очень интересное применение когда для уже медицины прикладное применение абсолютно этого подхода это исследование интероперативное биоптатов при вырезании опухолей когда для некоторых опухолей хорошо известны их ну скажем так разница в биомаркер и эту вырезанную часть органа или ткани отдают в лабораторию которая находится в этом же университете где в течение десятков минут получают изображение вырезанного участка уже в маскетрометрическом виде и соответственно это изображение позволяет классифицировать ткань на опухолевую и обычную что позволяет принять решение нужно ли дальше какую-то резекцию делать или в принципе вырезана вся опухоль целиком для интереса вот рекомендую видео которое такое немножко рекламный правда характер у них носит из Нидерландов показывает как они в лаборатории этого добились при помощи Малди насколько я понимаю сейчас они пытаются то же самое сделать при помощи Дейзи потому что про подготовку намного проще на этом я сегодняшний семинар должен буду завершить просьба коллеги если есть вопросы задавайте я готов на них ответить в лаборатории я готова в лаборатории